Не хочу вносить какие-то панические нотки, но просто говорю так, к чему мы идем. И вот тогда мы получим другое качество жизни. К нам не уезжать от нас будут, а в очереди стоять за молдавским гражданством. То, что вы сказали, это, конечно, действительно грандиозная идея. У нас должны быть мозги. И это главное наше полезное ископаемое. Игорь Крапивко Выходящим за пределы его собственного предприятия к накроэкономическим проблемам Представляет деловые круги, которые хотят и имеют определенное понимание того, Как нужно выходить из нынешнего кризиса и каким образом вообще нужно развивать Молдову. Ну вот сегодня, в принципе, вокруг этой темы мы и поговорим. Приветствую, Виктор. Приветствую телезрителей. Да, давайте сначала мы поговорим, если вы не против, о той ситуации, которая есть на сегодняшний день в реальном секторе. Ну, в данном случае, на примере вашей отрасли. Не будем говорить предприятия, а вот металлургическая отрасль, условно говоря, или производящие металлические изделия. Металлоперерабатывающая. Да, или металлоперерабатывающая, потому что она очень энергоемка, она зависит от сырьевых источников, она зависит от внешних рынков. То есть, я думаю, что здесь концентрирована проблема видна. Ну и с нами очень аффилированная и строительная отрасль тоже, потому что металлопрокат, прокат черных металлов, это сырье не только для металлоперерабатывающей отрасли, вообще в целом для всей экономики, в том числе и для строительства. Экономика сегодня в очень сложном состоянии. Вот она была в сложном состоянии и в прошлом году по итогам двух лет пандемии. Причину, я думаю, уже никому не надо указывать, они все известны. У нас состояние было, ну, не просто предкризисное, а глубоко кризисное состояние экономики. То есть, уже тогда вы были практически в кризисе? Да, я думаю, что в целом вся экономика и наша отрасль тоже. Если говорить о последних месяц с небольшим, после известных событий в Украине, значит, можно сказать, что мы просто достигли ситуации коллапса, социально-экономического коллапса. В том числе и наша отрасль, отрасль металлопереработки, строительства. Вы знаете, сегодня основные стройки заморожены. За редчайшим исключением такой же ситуации в транспортной отрасли и во многих других. Причина этому и сам конфликт, который разорвал цепочки поставок и производственные цепочки, который удорожал транспортную логистику в 2-3 и более раз. А в нашей отрасли надо говорить, что это не менее чем на 300-400 процентов удорожала транспортная логистика. То есть сегодня транспорт фактически превратился в такую сейфгард пошлину, заградительную пошлину, платеж или затрату, который не дает сформировать такую себестоимость, которая готова к себестоимости проката черных металлов в данном случае, товара в целом. Такая же ситуация и в других отраслях. Которая не позволяет потребителю сегодня его купить, потому что он не готов просто к такому ценообразованию. То есть наступает шок потребителя, когда цена из-за транспортных расходов и по другим причинам, о которых мы еще поговорим, она повышается на 20, 30, 40, 50 и более процентов. Причем если цена металлопроката за прошлый год поднялась на 100%, то есть в 2 раза, из-за пандемии, из-за того, что многие металлургические предприятия в мире, металлопрокатные, стали прокатные предприятия, остановились и, соответственно, сократилось количество поставки, а спрос начал в 2021 году восстанавливаться. И получилось так, что предложение значительно снизилось, спрос начал восстанавливаться, и цена металлопроката за весь прошлый год выросла в 2 раза. То вот сейчас она выросла еще раз в 2 раза от достигнутого, только уже не за год, а за месяц с небольшим. Ну и западные эксперты предполагают, что это только начало ценового роста. Да, к сожалению, это так. Ничем утешительным нельзя сегодня потешить наших потребителей, наших клиентов. А скажите, а энергоресурсы повлияли, вот цена? Безусловно. Они, скажем так, повлияли катастрофично или существенно? Ну извините, что такие градации не конкретные, но... И существенно катастрофично, потому что энергоресурсы, это и топливо для транспорта, я уже об этом сказал, что это как раз повлияло не только то, что весь транспорт идет в объезд Украины, а Украина для нас в восточном направлении самая рациональная, самая разумная логистическая схема поставки, прямая схема поставки. То есть сейчас груз обходит через европейский коридор, который, возможно, для восточных грузов, то есть российских и белорусских, скоро вообще закроется. Не хочу вносить какие-то панические нотки, но просто говорю так, к чему мы идем. Или кавказский коридор, то есть вокруг Черного моря, через Грузию, Армению, Турцию, Болгарию, Румынию, Молдову. Значит, это еще более дорогой вариант. Есть, конечно, решение, мы о них поговорим позже сегодня. Также энергетическая составляющая в производстве металлопроката, то есть это металлургическое сырье требуется расплавить, либо это электроэнергия, если это электросталеплавильные печи, либо это газ, если это другие виды печей. Ну, у нас, я так понимаю, и вы как-то говорили, что... Либо уголь, как случится. ...что у нас было то преимущество, что у нас была достаточно дешевая электроэнергия и достаточно дешевый газ. Это было наше конкурентное преимущество. Сейчас у нас практически, получается, никаких конкурентных преимуществ нет. Вы знаете почему? Потому что мы по известной притче Казмопрудкова, что имеем не храним, потерявшим плачем. Мы имеем рассеянные в нашей экономике и в обществе определенные бенефиц, преимущества, которые надо в корзинку собрать, взаимовязать и сделать из них большое преимущество, комплексное преимущество. Но этим никто не занимается. Наоборот, мы постоянно, извините меня за мой французский, опахериваем эти преимущества, их уничтожаем, вместо того, чтобы их правильно использовать. Мы каждый свой шаг политизируем, вместо того, чтобы быть прагматиками и как маленькая страна по одежке протягивать ножки. Рационализировать каждый шаг, а не политизировать. Конечно. Наш основной приоритет не пытаться подыгрывать глобальным игрокам, потому что любой из них донит и нас не станет. А наша задача, чтобы наш народ жил хорошо. Если наш народ будет жить хорошо, значит тогда все мы, и общество, и власть, и бизнес, мы все выполняем свою задачу. Если народ живет плохо, мы никто не нужны ему. Поэтому он голосует ногами и уезжает. Вот насчет ваших преимуществ, которые вы сказали, которые мы обычно не замечаем. Я до сих пор помню, в 1996 году я разговаривал с генеральным директором Олдэнерго, такой икоников тогда такой был. Он сказал тогда замечательную вещь, вот тогда шли эти борьбы. Вот говорит, люди не понимают значения кучерганской грязи. Вот это нам как с неба упало, потому что Молдова никогда не будет иметь 2 миллиарда, потому что это стоимость ее, 2 миллиарда построить такую грязь. Она просто вот как залежи в земле мы открыли, вот и вместо того, чтобы хранить это, каким-то образом это развивать, мы просто это все... Все правильно. Видите, мы плавно переходим к следующей теме. Вот почему у нас, говорю не как политик, как бизнесмен, и прошу мои слова, вообще в политическом плане никого не спекулировать на них и не употреблять. Я говорю как бизнесмен, строго как бизнесмен, и никак по-другому. Извините, что я вас... Извините, давайте все доскажу. Вот вопрос с Приднестровья. Мы его пытаемся решить политически. А как его надо решать экономически? Вы бы упомянули молдавскую грязь. Из 12 энергоблоков работают только 4 энергоблока. 3, 4. И 2 еще все время находятся на ремонте. Вот. И потом они чередуются. То есть, скажем так, 4 плюс 2, половина задействована, так или иначе. Вот. А остальные 6 никак не задействованы. Почему у нашей власти не подумать? И не гнобить Приднестровье, а используя свои возможности, работы с институциональными партнерами, объяснив, что это более тонкая политика, чем кого-то блокировать и гнобить. И запустить эти 6 энергоблоков. На условиях толлинга. Мы их запускаем. Используем по приемлемой цене газ для Приднестровья. И сами для себя вырабатываем электроэнергию, платя за производство, производственные возможности молдавской грязи. Или у них эти 6 энергоблоков вообще никак не работают. Или они будут приносить какую-то, причем не какую-то, а довольно приличную прибыль. Но Молдова может таким образом получить электроэнергию по более низкой себестоимости, убрав лишних посредников. Этот энергоком, который никому не нужен, который возник как схема по отмыванию денег. Почему он до сих пор? При власти, которая борется с коррупцией. Вот сегодня Высший Совет Безопасности в 10 часов собрался по убийству с крупными коррупционерами. Так наоборот, он сейчас усиливается. Так вот, зачем он нужен, этот посредник, который возник для отмывания денег? Почему сразу же с молдавской грязи не продавать, используя третий энергопакет, который мы подписали, и везде его насаждаем, и сами его не исполняем. Используя третий энергопакет, который мы подписали с Евросоюзом, создать энергорынок. И вот румынии же предложили нам, биржа Бухареста, которая торгует электроэнергией, предложили внедрить этот опыт в Молдовию. Окей, давайте возьмем опыт Румынии. Почему нет? Я говорю, я в этом плане аполитичен. Если выгодно в Румынии что-то, что сделано умное правило. Окей, давайте внедрим здесь. Вот вам, пожалуйста, биржа. Давайте на бирже сделаем две секции, чего нет в Румынии. Пойдем не вымучиться, тупо вот как у них, скопируем и все. У них так, а у нас может чуть по-другому. У них будет спотовый рынок, как у них. И сделаем контрактные поставки. И сделаем еще третью секцию, фьючерсные поставки. Сделаем три секции на этой энергобирже. И давайте там продавать сначала электроэнергию, а может потом, впоследствии, мы будем там продавать и какие-то другие энергоносители. И перетянем к себе часть энергопотока, чтобы в Кишиневе на нашей энергетической бирже торговались энергоресурсы по сходной цене. А почему нет? У нас же рядом энергоизбыточная Украина. Не знаю, как это будет дальше, но по факту. Об этом говорите. Давайте оставим пока Украину в покое. Но и у нас энергоизбыток, причем приличный. Вот я вам сказал такую рабочую идею, которую умная власть бы сразу взяла на вооружение. Я уверен, я вам просто даю гарантию, что ни сего дня, ни завтра, ни в ближайшее время меня никто не пригласит на серьезный разговор. Хотя бы по поводу того, насколько серьезно я сделал это предложение. Никто, потому что никого это не волнует. Я вот неделю назад сделал предложение по Черноморскому транспортному коридору. Даже уже 10 дней прошло. Подал министру экономики Гайбу, подал министру инфраструктуры Спыну, подал торгово-промышленную палату Харя и в Национальную конфедерацию паттернатов в Черезку. Кроме моих коллег по Национальной конфедерации паттернатов, больше никто не поинтересовался. Никто. 10 дней прошло. Никому это не надо. Давайте будем платить за сумасшедшие деньги за транспорт. Причем мы же только финансируем бизнес. И те закупки, которые делаются, кизицы публичи, публичные закупки, госзакупки, финансирует правительство. А в итоге платят за это все конечный потребитель. Мы же только финансируем, а в итоге кто покрывает стоимость? Конечный потребитель. Вот все вы и я. Но мы имеем какие-то финансовые возможности. А пенсионеры, сначала вольнерабил, то есть социально защищенные слои населения, те, кто не имеет возможности, они почему должны платить повышенную ренту за неразумную транспортную логистику? Скажите, вот эта идея, она действительно очень интересна. То есть превращение Молдовы, по сути дела, в некий центр. Кстати, вот Финляндия, она же занимается продажами электроэнергии. Я тебе почему-то не боюсь. Вы сказали, мне прямо с языка срывается, центр мира. Нет, ну, центра мира нет, но региональный, ну, сначала нужно начать с чего-то выходящего за пределы Молдовы, потому что у нас, к сожалению, менталитет такой, мы настолько вот замкнуты. Я, когда слушаю многих наших лидеров, такое ощущение, что за пределами Молдовы мира-то нет для них, ну, кроме Брюсселя и Страсбурга. За пределами сегодняшнего дня, ну, максимум на месяц, на полгода вперед, у них и тайминга нет. Да. Вот я почему улыбнулся и сказал, что центр мира? Потому что один из очень серьезных бизнес-кочеров сказал такую фразу, что цели надо ставить за пределами одной жизни. Вот как ставил Сефон, великий святой. Вот когда мы поставим цель сделать Молдову центром мира, ну, давайте окавличим, как угодно, чтобы не смеялись над нами. Вот. Тогда мы хотя бы приблизимся к этой задаче. Да, эта штанга сегодня неподъемная. Ну, пусть это будет красивая мечта, которая будет всем приятно стремиться. Но к этому лучше стремиться, чем просто вступление в Евросоюз, да, причем без Приднестровья. Вот. Или с Приднестровьем, как Бог даст. Вот. Это все равно, это задача, причем промежуточная. Вот. А интересная задача, вот, которой стоит посвятить жизнь даже не одного, а нескольких поколений, сделать так, чтобы Молдови, Восток и Запад сошелся. Чтобы он здесь нашел площадку, где он может примириться. Примирить свои экономические интересы, о политике не говорим. Вот. Примирить какие-то свои разные точки зрения, воззрения на определенные общественные процессы, социальные процессы. Вот. Наконец, наладить экономическое сотрудничество, да, сырье по выгодным ценам с Востока, технологии по выгодным ценам Запада, кстати, и Восток там тоже имеет очень интересные технологии, я постоянно сталкиваюсь с передовыми технологиями из Востока, не только с Запада. Внедрять здесь новые технологии, вот. Внедрять здесь современное высокорентабельное, высокопродуктивное производство, готовить для этого качественные, высококвалифицированные, высокопроизведительные кадры, персонал. Внедрить здесь качественную современную медицину, для того, чтобы персонал, так сказать, мог себя чувствовать хорошо. Такое же образование, без чего все это тоже невозможно. И вот тогда мы получим другое качество жизни, к нам не уезжать от нас будут, а в очереди стоять за молдавским гражданством. Да, я с вами согласен, тем более, что, ну, вы правильно сказали, я не хочу в своей передаче затрагивать политику, но мы когда говорим... О геоэкономике. Да, да, я согласен, но я... О геоэкономике. Вот, я с вами согласен, но в геоэкономике мы должны вынуждены говорить о политических условиях, экономических процессах. Вы, хочешь не хочешь, в определенном смысле. Я к чему это говорю, что, вот, одним из ключевых решений и возвышения Молдовы как мостика, это должно, очевидно, быть, наконец-то, чтобы она определилась со своим нейтральным статусом, по-настоящему, с проблемой Приднестровья, с проблемой открытости и на восток, и на запад, и с проблемой реальной структуры экономики, потому что без реальной структуры экономики, ну, не может быть... Виктор, не будет ставить перед собой какие-то фетиши, да, вот, и заниматься фетишизмом, молиться на каких-то идолов, что перед нами будет только две путеводные звезды, это Господь Бог и это благосостояние народа Молдовы, вот, и между ними наша стрела, куда мы должны стремляться, это экономика, и ставя экономические задачи в приоритете перед любыми другими, вот, экономические, и потом социальные, вот эти две главные задачи ставить, а все остальное это второстепенно и прагматично должно быть подчинено этим двум задачам, если мы будем ставить перед собой социально-экономические, экономико-социальные задачи, вот, которые мы должны ставить во имя и во благо народа, прежде всего, видишь задачей своей, главной задачей рост его благосостояния, вот тогда все остальные вопросы, в том числе политические, они сами решатся, они решатся, потому что они будут подчинены прагматике, а прагматику любят и уважают все люди на этой земле, почему Германия так живет хорошо, потому что немцы прагматичны, современная, новейшая история Европы, они прагматичны, что там было раньше, я не буду говорить, и американцы все вопросы решают прагматичные, да, поэтому их экономика такая сильная, поэтому Германия политически определяет направление развития Европы, поэтому там общество такое зрелое, и мы у них учимся, они у нас, поэтому давайте ставить прагматичные задачи экономические, глобального характера, те, которые мы можем выполнить, вот сейчас, что мы можем сделать с точки зрения транспортной логистики, у нас блокировано две трети нашей северо-восточной, восточной, юго-восточной границы, фактически, ну, это относительное блокирование, потому что все равно к нам беженцы прибывают, какие-то транспорты ходят, и пассажирские транспорты ходят, и грузовые ходят, но все это не носит характер нормального явления, потому что все это в чрезвычайном режиме существует, и в чрезвычайном режиме работает, с перебоями, вот, то, что мы предложили, на что не отреагировали уже более недели, около 10 дней, никто из власть придержащих, вот, мы предложили, давайте мы на государственном уровне поставим вопрос, потому что на частном он не решается, вот, поставим вопрос о формировании Черноморского транспортного коридора, вот, значит, российские порты, не хотим российских, давайте возьмем грузинский, вот, значит, возьмем поти, давайте абхазский там возьмем, а как он должен выглядеть, вот, хотя бы в двух словах, этот коридор, вот, например, из Молдовы, поти, Батуми, имеют хорошие порты, которые сегодня, так сказать, хорошо модернизированы, вот, особенно Батуми, сейчас все везут по тупой схеме, везут на Самсун, это турецкий порт, на Черном море, значит, там, как бы, груз переоформляется, и отправляется на Констанцию, это, конечно, удорожает, давайте сделаем прямой транспортный коридор, вот, на Констанцию, и не только на Констанцию, потому что на Констанцию, на Констанцию сегодня свалился огромный грузопоток, оно просто, он задыхается, этот порт в Румынии, он не справляется, ну вот, давайте сделаем, значит, ответвление на Дунайские порты, значит, наш Жужжилештый, он что-то может переваливать, что-то еще, к сожалению, не может, вот, возможности не увидят перспективу такого грузопотока, они сделают инвестицию, и увеличат свои возможности перевалки в разумные сроки, значит, рядом есть Галац, где фактически два порта, значит, Базину Ноу и Базину Минеральер, то есть Базину Нового, там все карго и контейнеры, пожалуйста, и он не дозагружен, вот, где-то процентов на 70-80 дозагружен, румыны с удовольствием примут, и еще если Молдова подключится на уровне правительства, выйдет на правительство Румынии, вот, или президент с президентом договорятся, нам еще дадут интересные ставки перевалки, это очень важно, кстати, и румынам хорошо, потому что не дозагрузят свои порты, нам неплохо, потому что мы получим преференциальную ставку перевалки, а Галас вон рядом, 9 километров даже меньше, тем более там идет широкая колья до станции, которая практически заходит в Базину Нового, до станции Ларго, там еще километра два протянуть, и можно прямо в порт завести эту широкую колью. Фактически один транспортный узел. Конечно, и можно не только автотранспортным возить, хотя и это для нас последнее, потому что наши транспортники по известным причинам сегодня не дозагружены, вот, и можно железной дорогой возить, для нашей железной дороги сегодня грузопоток это все, для них это сегодня спасение, и то, что там делает господин Тафилат, он пытается увеличить грузопоток, вот, пожалуйста, ему еще одна спасительная палочка волшебная в руки, вот, рядом есть Браила, если уже Галас, Галаса нам не хватит, есть Браила, там сколько, 20 километров или 30 Галаса, пожалуйста, вот вам как можно работать, Новороссийск, Геленджик, Кавказ, Порт Кавказ, Поти, Батуми, Сухуми, и это еще не все перечислил возможности, вот, прямой транспортный коридор на Констанцию, если еще можем воткнуться как-то туда, значит, на Чуджулешты, Галас и Браила, четыре порта, которые надо поднапрять, чтобы они обрабатывали молдавские грузы, но решать задачу надо на государственном уровне, сегодня один контейнер 40-фтовый стоит с Новороссийска до Кишинева через Констанцию порядок цифр 6 тысяч евро, порядок цифр, да, можно чуть дороже, чуть дешевле, где-то так, это примерно столько же стоит сегодня по европейской схеме из Москвы в Кишинев, например, доставить груз, вот, в принципе, хрены редкие не слаще, понимаете, да, для того, чтобы достичь какого-то разумного подхода, нужно на каждом этапе цепочки транспортной сделать экономию, снижение затрат, вот, и на перевалке в портах Черного моря с той стороны, вот, и на транспортировке по Черному морю, почему она такая дорогая, что она рискованная, страхование очень дорого, очень сильно возросло страхование, и шопинговые, давайте договорю, шопинговые компании с неохотой везут, их страхуют, перестрахуют за сумасшедшие деньги, там стоимость страхования выросла даже не в 2-3 раза, а в 5-6 раз, а в некоторых случаях и в 10, вот, значит, потом обработка в порту Констанции, потому что Констанция задыхается, она вынуждена дополнительные ресурсы изыскивать для того, чтобы обрабатывать грузы, а все дополнительное, что изыскивается в пожарном порядке, это всегда дороже, вот, вот, пожалуйста, если задействовать не только Констанцию, но и другие, Дунайские порты, ну, наш порт и порты Румынии, так это меняет картину, если мы выйдем, ну, про 2 тысячи евро контейнер, наверное, совсем фантастика, но хотя бы 3 тысячи евро контейнер, например, Новороссийск, Галатс, Кишинев, вот, если наши транспортники, тоже, которые не имеют сегодня достаточной загрузки, подключатся по разумным ценам и будут иметь объем перевозки серьезный, а это будут не десятки, а сотни, а даже миллионы тысяч тонн в год, то тогда мы фактически вытаскиваем из коллапса всю экономику, решаем сырьевой вопрос, загружаем транспортников, препятствуем росту себестоимости товаров народного потребления и включая продовольствие, то есть продукты питания, включая сырье для промышленности, и, наконец, мы тормозим инфляцию, но не монетарными методами, как Национальный банк, да, всех дустом, есть все, есть там сорняки, давайте зацепим 3 метра дуста, вот, вот это то, что делает Национальный банк, он зацепает нашу экономику дустом, вот, и все, тогда, конечно, один сорняк не вырос, то, что мы все травимся, ничего, через 10 поколений будет здоровый, вот, значит, не надо дустом экономику, она умирает от этого, понимаете, поднять ставку на 12,5%, это много ума не надо, а вот то, что я говорю, тут ума нужно побольше, для этого нужно действовать системными, стратегическими методами, и надо свою спесь оставить у себя в кабинетах, вот, и идти договариваться, не умеете сами, наймите тех, кто умеет, не умеете, не умеете денег нанять, дайте нам полномочия, мы пойдем, как и народные послы, послы доброй воли, мы будем договариваться, я не хочу приводить примеры бизнесменов, которые помогают вести энные переговоры, о которых сейчас все знают, вот, значит, но мы экономические переговоры, научены вести, дайте нам, не можете сами, не умеете сами, нет денег нанять других, уполномочить и нас, таких есть 300 бизнесменов, в Молдове, которые соображают, которые выжили во многих кризисах, и которые, если их уполномочить от имени государства, они лучше, чем государственные чиновники, проведут переговоры, потому что это наше, то, что у нас болит, и то, что нам надо решать, и решать сегодня, а не когда-то там потом. Понятно, очень интересно, а скажите, вот, хорошо, это транспортный проект, мы в прошлом году с вами говорили насчет фонда инвестиционного, правительство... Сейчас у вас попыталось, да, что-то сделать подобное, но, как всегда, опять попытались всем сестрам по серьге, по серьгам дать, то есть, опять распылили возможности, часть возможностей, кстати, неплохо, вот я хочу похвалить, чтобы не было так, что я только все критикую, я не вижу каких-то позитивов. Вот мне очень сейчас импонирует, дай больше всего пошло по положительной стезе, в Одим, в Организации поддержки малого и среднего бизнеса. Пришла очень молодая, насколько, конечно, я могу сейчас судить на первоначальном этапе, я еще не видел их в деле, но из общения пока первого, вроде бы способная команда молодых людей, толковых, значит, она еще может быть где-то формируется, эта команда, и надо им помочь ее до конца конституировать и сформировать, но Одим, в принципе, становится на правильную дорогу. И ему надо давать ресурсы и возможности укреплять его институционально, его нужно развивать, там нужно обязательно сделать определенные публичные механизмы участия общества в процессе принятия решений, но об этом отдельно, если захотите. Значит, другие фонды у нас, то, что сейчас вот этот фонд, как они его назвали, напомните. Фонд гарантии? Нет, 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 это другое, фонд гарантии по кредитам, это другое, нет. Они создали фонд, не помню его название, к сожалению, для меня, я вообще видел, что должен быть один фонд, фонд благосостояния Молдовы, вот, один, не три региональных, как у нас сейчас, фонды региональные, север, центр, юг, один фонд, централизованный, куда все бюджетные, небюджетные ресурсы сходятся, где администрируются все кредитные линии, которые получает Молдова, не в Минфине, Минфин управляет публичными финансами, а именно в фонде благосостояния Молдовы, то есть это суверенный фонд по существу, вот, да, у нас нет нефти, у нас нет газа, но это не значит, что у нас нет мозгов. У меня в Израиле есть один хороший друг, вот, Владимир, который мне сказал прекрасную фразу в свое время, Игорь, а ты знаешь, какие есть ископаемые в Израиле? Ну, иначе там пытаются что-то перебирать в памяти, вот, он говорит, самые главные полезные ископаемые в Израиле это мозги. Ну, так оно и есть. Если у нас нет нефти, нет газа, да, ну, не значит, что у нас нет мозгов. У нас должны быть мозги, и это главное, наши полезные ископаемые. Вот, если у нас есть мозги, мы должны помолиться Богу и поблагодарить Его за то, что Он нам сохранил такой инструмент, как собственный эмиссионный центр. И нам столько, сколько мы этот инструмент можем использовать до того, как мы войдем в еврозону и в зону евро. Понимаете, да? Да. То есть в ЕС и в зону действия евро, как валюты ЕС. Значит, вот все это время, сколько нам Бог еще отведет, 10, 15, 20 лет, сколько будет, мы должны использовать механизм, мы их сегодня не используем. Нам пришли добрые дяди из океана, сказали, вы ничего здесь не соображаете в экономике. У вас есть Нацбанк, он должен быть независимым. А вот, спрашиваю, от кого? Ну хорошо, от правительства согласен. От парламента он не может быть независимым, потому что он административно, тем не менее, подчинен, потому что парламент формирует управление нацбанков. Но от общества он не должен быть независим, правда? Это не демагогия, абсолютно нет. То есть, Нацбанк должен смотреть, что общество предлагает, а не игнорировать это годами. Еще как-то в начале господин Армашу пытался нас собирать, что-то слушать, а сейчас даже этого не делается. Вот пандемия была, два года, удобный предлог, не надо никого собирать, даже онлайн. Вот. Значит, мы что предлагаем? Мы предлагаем аккуратненько запустить механизм управляемой антиинфляционной, заметьте, эмиссии. Управляемой антиинфляционной инвестиционной эмиссии. Что это значит? То, что делают Центробанки во всем мире. ФРС США, Центральный банк, Европейский Центральный банк. Что они делают? Они делают то, что они запрещают делать нам. Они делают так называемые количественные послабления. Виктор, что такое количественные послабления? Объясните мне по-русски. Потому что такое впечатление, что это не финансовый термин, но медицинский. Нет, это как раз выпуск дополнительных денег. Это эмиссия. Эмиссия денег. Причем не только печатание денег, а просто вот в воздухе рисование нулей. То есть, эти институции, они имитируют финансовые средства, которые поступают в экономику. Мы, в отличие, конечно, от развитых стран, с развитой экономикой, не можем себе позволить сделать этот процесс вообще разнузданным, как это сделали по существу они. Помните, да, что деньги надо разбрасывать с вертолета? Да, была такая идея. Да. Значит, я не предлагаю этого делать, я предлагаю сделать следующее, что мы имитируем эти средства целевым назначением в фонд национального благосостояния Молдовы. В этом фонде эти средства аккумулируются в размере 2-3% от ВВП. Почему столько? Потому что больше мы можем не удержаться и раскрутить и так достаточно сегодня опасный механизм инфляции. И сегодня может не самое удачное время начинать. Вот до всех этих известных событий, когда у нас были дефляционные процессы в экономике, вот тогда это надо было начинать, тогда, когда мы это предлагали. Сейчас у нас, когда инфляция уже почти 20%, пока от этого надо воздержаться. Но обсуждать это надо сейчас. Мы все равно по прогнозам самого же Нацбанка к концу этого года придем к подавлению инфляции и войдем в таргетированный коридор 5% плюс-минус полтора. Вот, если мы в этом году будем это обсуждать, то это уже позволит настроиться, в том числе и тонкие настройки, ввести в бизнес общества и в общество. Люди подготовятся, что это возможно, как инструмент. И начать в следующем году, когда инфляция не будет выходить за таргетированный период. 2-3% ВВП имитируем, в этом величине имитируем и целевым образом эти деньги попадают в фонд национального состояния Молдовы. Там они используются по принципу легориджа, то есть финансового плеча. То есть финансируем те проекты на 20%, которые находят 80% финансирования из других источников. Причем не важно, кто нашел. частный бизнес, региональные местные власти или центральные власти или вместе нашли 80% для какого-то проекта. Например, мы хотим построить платную дорогу в северный юг Молдовы. В этом проекте могут участвовать и местные власти, и в этом проекте естественно центральная государственная власть, и даже в этом проекте могут участвовать и бизнесы. Дорога это как река, она кормит всех. Частные бизнесы каким образом могут участвовать? Вокруг дороги должна быть инфраструктура? Ну да. Конечно. Значит, они заинтересованы этой дорогой. Заинтересованы. Значит, их тоже можно подключить к решению этой задачи. Тем или иным способом. И вот на 2-3% от ВВП имитированных средств мы привлекаем финансовое плечо. На необеспеченные 20% мы привлечаем 80% обеспеченных денег. Либо это прямые иностранные инвестиции, либо это прямые местные инвестиции, либо это прямые публичные инвестиции. Либо это все в совокупности. Это первый антиинфляционный механизм. Второй. Мы финансируем только те проекты, которые ведут к увеличению эффективности национальной экономики. Скажите мне, качественное транспортное сообщение, с севера на юг хотя бы для начала, а потом с запада на восток, оно ведет к тому, что наша экономика станет более эффективной? Убыстрится сроки поставки товаров по территории Молдовы, увеличится транспортный транзитный поток, значит, перестанется перестанет ломаться транспорт на каждые там, сказать, ста километрах, скорость движения товара в экономике и, соответственно, денег в экономике увеличится. Это все способствует эффективности? Ну, безусловно. Очевидно, правда? Вот. И так каждый проект. Кто вы... Мне, когда меня критиковали с этой идеей, в том числе и мои коллеги в патронате, и не только в патронате, и друзья, и не другие всякие. Первое, что возражение, которое они мне говорили, ты знаешь, что эти все деньги разворуют, вот, они не будут эффективно использованы, как минимум, а еще и разворуют. Для этого нужно создать систему сдержек противовеса, в чем я постоянно говорил, говорю и буду говорить. Их много, я не буду сейчас все освещать. Вот. Но одно из них, это создание, значит, public council, то есть публичного совета, который будет определять качество проектов. Должен быть публичный совет, куда входят публичные деятели, да, то есть это из бизнеса, из гражданского общества, из различных ветвей власти. Вот. Значит, и он должен быть достаточно большим, то есть это будет 30, 40, 50 человек. Вот. Для чего? Для того, чтобы там не было односторонних решений, чтобы мы всю палитру мнений собрали. И потом второй орган управления, это экспертный совет. Вот. То есть экспертный совет, это первый фильтр, который некачественные проекты отфутболивает. Второй фильтр, это public council, то есть это публичный совет. Вот эти два фильтра уже позволят, значит, нам уйти от воровства, уйти от неэффективных проектов. Ну, и третье, конечно, мы должны внедрить все антикоррупционные практики. Есть соответствующий стандарт антикоррупционных практик, которые мы там должны внедрить. Можно я вам вопрос задам? А вот такой ключевой момент. Каким образом определяться должны проекты? Вот смотрите, вы когда говорили про национальный банк, да, и сравнивали с ФРС, дело в том, что в законе ФРС напрямую написано не только отслеживание и управление финансовой ситуацией, но и стимулирование и развитие экономики. В нашем нацбанке законе этого нет. Наш банк не отвечает за развитие экономики. Одна большая тема, абсолютно отдельная, большой дискуссии общественной, это роль и значение национального банка Молдовы в экономике нашей страны. И мое глубокое убеждение, что здесь должно быть как минимум две стороны одной медали. Аверс это то, что записано сегодня, то есть это управление кредитной денежной политикой, денежной массой, подавление инфляции и политика цен. Второе, чего там не написано, то есть сегодня наш национальный банк Молдовы исключен из институции развития, что абсолютно бездумно, абсолютно бездумно сделано. А вот. Значит, то, что я много раз пытался убедить разных гувернаторов, в том числе и нынешнего национального банка Молдовы, что это безграмотно и неправильно, ему приводил статьи, которые публикуются даже в нашем экономическом обозрении Логоспресс, в Интерпресс есть у них такая там раздел, где выступают международные экономисты с именем, где они говорят и критикуют международный валютный фонд, который навязывает развивающимся странам именно такую однобокую функциональность национальных банков, центробанков в их странах. И если все-таки нам хватит политической мудрости и решимости и воли уйти от этой односторонности, и чтобы по крайней мере две задачи Национального банка из трех возможных мы реализовали, уже будет неплохо. А третье это то же самое, о чем мы говорили, мы сейчас говорим только об опосредованном стимулировании и финансировании и мотивировании процесса роста благосостояния народа через развитие экономики. Но этот же фонд благосостояния он должен финансировать и публичные социальные программы. А это уже есть аверс, есть реверс, а есть реборда. То есть это третья сторона этого вопроса. Национальный банк и в этом должен, но опосредованно через фонд благосостояния Молдовы участвовать. Понятно. Теперь почему еще, я только добавлю к этой теме, и потом уже дальше вы уже будете вести беседу. почему я еще говорю есть важный момент связанный с антиинфляционным характером этой меры. Почему эта эмиссия не приведет к взрывному росту инфляции. Помимо того, что мы повышаем эффективность экономики, мы финансируем проекты непосредственно в сельском хозяйстве перерабатывающей промышленности, в IT-секторе, в транспортной сфере, в строительной сфере. Те проекты, которые приводят к росту производительности. Мы каждый раз имитируем какие-то средства, потом подталкиваем экономику, мы подталкиваем ее повышать производительность. А таким образом мы покрываем вот эти имитированные средства, по-простому деньги. Мы накачиваем агрегат М3. Мы накачиваем финансовую массу там, мы постоянно подгоняем под нее товарную массу. Объем товаров, работ и услуг под нее. То есть, мы профинансировали, эффективность экономики выросла, товарная масса, объем работы и услуг возрос, все, инфляции нет. Вот отсюда и следующий вопрос. Она есть, но она в пределах. Отсюда мы накачиваем условно говоря экономику деньгами, условно говоря, те же Соединенные Штаты, которые сильно критикуют, но они на самом деле достаточно внимательно относятся к вопросу того, насколько каждый доллар инвестированный в экономику даст через какое-то время существенный прирост экономики. У них даже в 80-е годы были исследования, которые показали, что доллары инвестированы в их экономику через 10 лет, даже если он выглядит имитированным пустышкой, через 10 лет он дает прирост минимум 10 долларов. И это в первую очередь связано именно с акцентом на производительности труда. Вот у нас к сожалению пока вопросы роста производительности труда практически не стоят. Таким образом их нужно учитывать. переборда потому что именно это я имею ввиду. Когда я говорю о социальных публично-социальных проектах это не просто дорожки в парке хотя это важно да это прежде всего сфера образования здравоохранения то есть здоровье квалифицированной всей рабочей силы всего народа экономически активного населения так скажем и это образование рабочей силы всего народа экономически активного населения Это те проекты, которые будут способствовать мобилизации, росту коэффициента и мобилизации общества. Скажите, а не должны быть и какие-то прямые институты? Вот то, что вы говорите, это все-таки достаточно косвенно и не сразу дает эффект, в том числе в рамках производительности. Нет, вы не правы. Извините, вы не правы. Может быть, вы просто недопоняли меня. На самом деле, мы должны использовать политику такого инжекционного впрыска. То есть, мы не можем себе позволить, как ФРС, делать большие количественные пославления и ждать 10 лет. Мы должны делать ежегодные инжекционные впрыски, может быть, даже несколько раз в год, для того, чтобы, как говорят на фондовой бирже, шортить, то есть, работать на коротких позициях. Вот мы сделали впрыск, мы профинансировали проекты, из них некоторые долгосрочные, некоторые среднесрочные, некоторые краткосрочные. У нас должен был баланс краткосреднедолгосрочных проектов, определенная структура их, сколько у нас должно быть краткосрочных эффективных проектов, сколько среднесрочных эффективных проектов, сколько долгосрочных эффективных проектов, для того, чтобы у нас вот этот инжекционный впрыск, он нам не только через 10, и через 10, через 20, через 30, через 50 и 100 лет давал положительный эффект, но чтобы и через полгода, и год тоже, и через 2-3 года эффект мы от этого почувствуем, уже реальный эффект роста благосостояния нашего народа почувствуем через 3-5 лет. А уже невозвратимый, необратимый эффект через 7-10 лет. Я понял. Можно я немножко вернусь к началу нашего разговора, но в то же время задам вопрос, потому что вы сейчас последнее сказали. Смотрите, вот все этот набор проектов, у нас сейчас в Молдавии тоже реализуется достаточно много проектов, но они как-то рассыпаются, и они как-то плохо связаны. Потому что у нас нет единого центра управления полетом, такого ЦУПа. Первое, и второе, я бы сказал, что у нас нет глобального проекта. Вот смотрите, я сейчас возьму опять по Соединенным Штатам. В прошлом году они имитировали достаточно много денег, за что их повсюду критикуют. Но на самом деле вся эта эмиссия фактически идет под один глобальный проект коренного сейчас инфраструктурного переустройства Соединенных Штатов. Общая сумма этого проекта они оценивают в 6 триллионов долларов на ближайшие годы. Поэтому я думаю, что эти деньги, они уйдут... То же самое у Евросоюза, есть некий глобальный план переустройства Евросоюза. У нас в Молдавии, вот возвращаясь к той идее вашей, которую вы сказали, Молдова, центр мира, или как это по-другому. Ну, такая сверхзадача. У нас нет сверхзадачи. Благосостояние и так далее, это все вещи хорошие, но они реализуются тогда, когда они в рамках... Есть общее понимание того, куда мы идем и что мы делаем. Не кажется вам, что нужен как бы некий глобальный проект для Молдовы сформулировать? Давайте так скажем, нужна глобальная программа, в которой как минимум должно быть с десяток-полтора для начала проектов глобальных. Вот, например, сама молдавская железнодорога, это глобальный проект. А вот, дальше, наше дорожное хозяйство и автотранспорт, это тоже глобальный проект. А вот, включая сюда и сухие порты, и порты, да, не только джужележский порт, причем у нас там и пассажирский, и грузовой есть. У нас есть порт в Унгенах на пруте, потом есть возможность, значит, как бы развивать джужележ-то еще и со стороны прута. А вот, значит, сухие порты, вот сам Унген, да, там транспортно-логистический, железнодорожный узел, его нужно как осмысливать, как хаб и как сухой порт, и развивать его таким образом. А вот, потом авиационные хабы, вот, тоже, это тоже отдельный глобальный проект авиационной хабы. Это Маркулешты, это Бельцы, это Кишинев, вот, это Чидерлунга, там тоже интересный аэропорт. Ну, я не специалист в этой сфере, не буду сейчас пытаться все сказать, что там может быть. Вот, дальше, отдельно тяжелая промышленность, которая в Молдове, значит, что многие даже не знают, что на что-то еще осталось. То есть, это машиностроение всех видов, да, вот, то, что ассоциация в сфере перерабатывающей промышленности, АПИП, двигает это, так называемый, автомобильный кластер, да, автокластер. Вот, включая сюда уже не только то, что освоено, да, то есть, это электрическую часть, вот, но и уже они пытаются найти возможности и электронную часть производить в Молдове. Вот, дальше больше, то есть, надо здесь идти к запчастям или элементам производства уже из металла. Вот, значит, я пока не вижу, что мы готовы к сборочному производству, но, наверное, если мы так 10, 15, 20 лет будем развиваться, то и сборочное производство будет не за горами. То есть, это, это вообще тяжелое промышленность, это отдельный глобальный проект, вот, не исключая и Приднестровье отсюда. Вот, дальше, наше сельское хозяйство, вот, отдельный глобальный проект создания высокоэффективного, цифрового, диджитализированного, как сейчас модно говорить, отцифрованного, по-русски, значит, сельского хозяйства, а точнее АПК, агропромышленного комплекса, с высокой добавленной стоимостью. Вот, и поверьте мне, там только одна тема с столовым виноградом, который может Молдова сделать маркетмейкером в мире. И мы будем смотреть на то, что мы делаем в плане виноделия, как на детские игрушки, потому что это будут действительно, ну, что там, ну, там, ну, 300 миллионов долларов или евро, там, ну, 500 миллионов евро. А эта отрасль может давать миллиард евро в год. Миллиард, который будет кормить всех. Идея понятна. И Молдова станет глобальным игроком на рынке винограда столовых сортов. И сказать, что она не готова. Готова. Она не готова только потому, что никто никогда не поставил эту задачу. Ни власть, ни бизнес, никто. Вот. И никто не попытался амбициозно ее реализовать. А именно мы не интересны глобальным игрокам именно поэтому, потому что мы не мыслим глобально, а действуем локально. Мы вообще не мыслим вообще и не действуем тоже, за редким исключением. Вот. Хочу вот похвалить Виктора Бастана. А вот это человек, который мыслит глобально, а действует локально. Компания винная, которая зашла на биржу в Бухаресте фондовую, которая продает свои акции, даже и в нынешнее, так сказать, военное время. Вот. И продолжает их там продавать, и правильную отчетность подавать, и инвестиции привлекать, и производство развивать, и винно производить, и их продвигать. Кстати, браво, браво, вот с него и надо брать пример. Который действует абсолютно правильно. Да. И из него надо, это не его реклама, я просто говорю свое личное, скажем, отношение, такое восторженное к тому, что он делает. Молодец. Игорь, к сожалению, время наше не безгранично. Спасибо, что вы были с нами. И мне кажется, что вот все, что вы говорили, мы в прошлом году начинали этот разговор, мне кажется, нужно его продолжать. И раскрывать аспекты уже этой темы отдельно, если вы не против, конечно. С удовольствием. Спасибо, что пригласили. Было приятно выступить. И вам тоже еще раз спасибо. И за то, что вообще думаете на эту тему, что у нас все-таки люди больше сконцентрированы на каких-то своих проблемках, и меньше думают об обществе. Согласен. И хочу сказать, что если мы будем хотя бы эти 300 бизнесменов, которые в этой стране чего-то стоят, не уезжать, а оставимся здесь, не будем сидеть каждый по своему окопу, а вместе будем собираться, общаться и вырабатывать совместные публичные предложения, публичные идеи, и стремиться их как-то подать уже в определенном переработанном, доработанном виде, и наставить, чтобы власть нас услышала, для этого есть хорошая площадка в виде Национальной конфедерации патронатов в Республике Молдова, то тогда дорогу селит идущий. Будем надеяться. Да, спасибо. И будем верить. Спасибо вам еще раз. Да именно. Спасибо.